Американские тараканы. Большие. Похожи на жуков. Ну вот буквально вот они возле мусоропровода. Считают себя хозяевами в доме, выглядывают из щелей и шныряют под ногами. Дом на Ударной за планировку прозвали Китайской стеной. Здесь, по мнению жителей, самое большое скопление насекомых в Бийске. Впервые сразу в большом количестве они появились в городе 15 лет назад. Узатых регулярно травят, но они возвращаются вновь и вновь, постепенно расширяя ареал обитания. Тараканы буквально повсюду. У подъезда, в подъезде, на лестничных площадках, на лестницах, в квартирах. Мышкин кот, сколько же их тут. Вот они тут прям вот понабились. При этом увеличение популяции тараканов, которые хоть и зовутся американскими, но чья родина Африка, санэпидемстанция не отмечает. Говорят, заявок и сейчас, и 10 лет назад поступает одинаковое количество. Но специалисты признают, разнообразие видов заметно расширилось. Есть азиатские, американские, казахстанские. Доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова, рассказала, что усатые выходцы из разных стран, по большому счету, вреда человеку не несут. Ну, они неприятные, хотя, на мой взгляд, симпатичные. Ходят, гуляют, шуршат за батареей. А так они абсолютно безобидны для человека. А вот дезинфекторы считают иначе. По их мнению, насекомые, вредители, переносчики огромного количества заболеваний. И с ними обязательно нужно бороться. Особи, кстати, они очень быстро разводятся. Захстанские, американские их называют. Они очень быстро дохнут. Наши прусаки – это самые стойкие. У них щетинистый слой становится толще. Они только травятся через пузико, скажем так. То есть, обработала поверхность я ядом, он должен пропасти по этой поверхности. И через кишечный тракт у него пройдет отравление. К сожалению, когда щетинистый слой толстый, хоть 25 раз он там приползет. То есть, ему надо окунуться там полностью, понимаете? До перерождения уже насекомого. И биологи, и дезинфекторы уверенно сходятся в одном. Тараканы покинут квартиры только в одном случае. Тотальном соблюдении санитарных норм в здании, отсутствии еды, а главное – при полном отсутствии воды. Похоже, бейчанам и дальше придется жить с тараканами. Елена Кузовкина, Евгений Жутова, Илья Пятков. День с толком.